здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что опять сегодня будем вредничать поехали и так сегодня мы будем вредничать на руках моей мамы ну боже ну где же нам еще вредничать как кроме как на маминых руках тут уж можно себе позволить вредничать по полной программе и сегодня вот на этой руке мы будем косячить кошмар какой-то просто я сама не знаю как у меня так получилось но тем не менее по итогу всех наших косяков получится тот дизайн который в инстаграме вызвал просто бурю ваших эмоций вам всем понравилось поэтому в конечном итоге получится замечательнейший результат начинаем как обычно это уже настолько отработанная процедура что здесь косячить не получится мы подготавливаем ноготки коррекции в данном случае нам необходимо спилить предыдущий материал поскольку мы будем менять цвет то спилить материал нужно будет практически полностью выпилить все 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 отслойки а поскольку у нас довольно таки перехоженная коррекция от слоек у нас много оторвыши на указательном пальчики на среднем пальчики небольшая отслойка от ковыряния поэтому все это безобразие нам необходимо выпилить и как обычно после опила фрезой придаем форму окончательную уже непосредственно и заравниваем поверхность при помощи пилочки очень люблю работать пилками пилки это мое все поэтому я частично опил вижу не глазами а на пилочку поэтому пилочка всегда под рукой и вот этот вот момент я никогда не пропускаю хотя очень многие считают что этот момент лишний и можно на него время не тратить тем не менее после всей подготовки мы отодвигаем кутикулу убираем птериги наносим праймер базовый гель и вот в этом месте тоже для нас большая проблема не путать убирание птериги и выполнение маникюра да то есть мы работаем с ногтевой пластиной убираем птериги для того чтобы обеспечить сцепку натурального ногтя и искусственного материала маникюр это совершенно другая процедура выполняться она будет на совершенно другом этапе поэтому сейчас маникюрить маникюры мы не собираемся потому что мы будем долго много нудно пилить после выкладки материала далее промазываем праймером и здесь возникает несколько вопросов очень часто мои ученики в этом месте спрашивает а нужно ли было обезжиривать обезжиривать не нужно почему потому что мы обезжирили пилкой пилка это основной инструмент которым мы обезжирили поверхность мы сняли весь глянцевый слой соответственно обезжирили ноготок и праймер у нас имеет еще обезжиривающую способность поэтому дополнительно слой обезжиривателя просто не нужен ну а теперь непосредственно косяк ну на самом деле ну как косяк вы все сейчас в инстаграме видите целую серию дизайнов вот с такой техникой когда из-под кутикулы растушевывается цвет потом перекрывается какой-то полупрозрачной базой у нас получается потрясающий градиентик и все это замечательнейшим образом выглядит вот я как бы решила сделать то же самое что я сделала не так вроде бы все как положено до растушевала нижний цвет растушевала его грязно но какая разница мы потом перекроем верхним цветом но перекрыла цветом верхнем я довольно тоненьком поэтому при опеле у меня возникла большая проблема в районе кутикулы я просто тупо спилила весь цвет который я туда зарисовывала и оттенки цвета в растушевку внизу и в перекрытие я выбрала настолько близки к друг другу что во первых при опеле я не видела где заканчивается один цвет начинается другой ну и соответственно они не дали никакой растушевки между друг другом потому что они просто тупо слились в единую кучу что же нужно было сделать здесь по другому нужно было все-таки сделать мое любимое перекрытие в толстый слой и из него потом нормально выпилить нормальные ногти тогда бы так сильно не пострадала зона кутикулы потому что тогда бы больший объем материала плавнее бы сводился не через такой резкий угол сводился бы кутикуле у нас получился бы там красивый переходик я потом сделала все это правильно и на канале будет ролик в котором все это пошагово мы с вами разберем как же это все-таки правильно было выполнено здесь же мы накосякали так вот первое это надо было сделать больше слой перекрытия либо не пилить сделать в технике без опила как вариант и второе это подобрать более контрастные цвета то есть можно было взять красный с розовым там сиреневый с розовым какое угодно но только не розовый с розовым какого черта блин какой переход между розовым с розовым ну даже вот просто подумать где должен был быть какой градиент между розовым и розовым поэтому чертыхнулись матюкнулись и ставим галочку что аллилуйя слава богу мы умеем рисовать так вот берем розовый на розовом да опять же но они немножко розного раза разные все-таки розовые поэтому видно розовую прорисовку поверх розового геля видно растяжку не видно а прорисовку видно так вот берем ровно тот розовый цвет который мы пытались растянуть и собственно говоря зарисовываем косяки в районе кутикулы то есть закрываем весь цвет и пускаем роспись поверх всех наших розовых ногтей получается довольно таки интересные но опять же очень модный нынче этот эти по парящие текстуры да по-моему они называются тоже моднющий дизайн вот пожалуйста два модных дизайна в одном ролике о точно так и назовем два модных дизайна в одном ролике вот как как легко придумываются топовые названия кроликам для того чтобы привлечь зрителя и заставить его открыть ролик и хотя бы начать смотреть ой на самом деле это реально сейчас проблема блогеров придумать название которое заставит зрителя его открыть это прям целая история вроде бы казалось бы какой-то довольно таки интересный ролик делаешь там много информации много нужного полезного реально полезного для мастеров но если не напишешь никакую трешатину в названии его никто не смотрит и никого не заставишь его посмотреть как бы часто ты об этом не напоминал например последний самых полезных роликов это вверх растущие ногти я хотя там пыталась пасма по поиграть с названием но все равно не очень-то получилось просмотров на них на нем вышло не так уж и много хотят там ну практически курс поверх растущим ногтям ой ну ладно ну ладно не буду я плакаться вам на свою блогерскую жизнь вот это вот началось вот это вот поставьте мне лайк напишите мне комментарий не но я такое тоже уже использую знаете почему не потому что выпрашивая потому что просто столкнулась с тем что реально пока зрителям не напомни что ну как бы ну ну ткните лайк ну как бы ну вам ну ну вы просто забыли об этом вот никто лайки не тыкает вот поэтому спасибо всем ткнувшим спасибо всем кто ткнул только что тоже вам большое спасибо вот мы же продолжаем вырисовывать итак у нас розовый на розовом ненавижу когда все так сливается между собой поэтому беру белый оттенок беру тонкую кисточку тонкую линию и разделяю между собой вся все вот это вот безобразие то есть разделяю розовый от розового получается красивый контрастный интересный дизайн который яркий который интересный единственная проблема здесь это вывести ровную линию в районе кутикулы опять же из-за того что там немножечко неправильно попили на из-за того что мне не хватило для пила объема и опять же мы возвращаемся к тому что лучше переложить испилить чем не доложить материалы не знать откуда взять в моделировании поэтому опять же в покрайний раз я пытаюсь сделать что-либо в технике безапильной и с минимум тоненьким количеством материала лучше на этом не экономить потому что в конце концов это экономия на моих нервах получается так вот вырисовываем прорисовываем и эта рука становится любимой у моей мамы потому что она получается самой красивой все кто видят ее в живую просто ахают охают бьются в истерике от восторга падают в обморок бьются головой а пол бедненькие так вот надеюсь этот ролик вам понравился надеюсь вы для себя что-то новенькое почерпнули я забыла как я должна была этот ролик назвать черт пока вот это вот на таро тори лак учу всякой разные интересные фигни совершенно забыла как я обещала назвать этот ролик но да ладно мы с вами увидимся на канале в следующих роликах спасибо вам большое за просмотр спасибо за лайки за комментарии за ваше внимание подписывайтесь если вы еще не подписались подписались до новых встреч пока подписывайтесь на мой канал